Искусственный интеллект научился создавать новые лекарства, что особенно актуально в условиях нынешней эпидемии. Поможет ли новый препарат остановить коронавирус? Узнаем у Филиппа Трофимова, ведущего программы Вести.нет. Филипп, приветствую. Когда ждать лекарства? Добрый день. На самом деле новый антибиотик начали искать еще до начала нынешней эпидемии. То есть к коронавирусу прямого отношения эта история не имеет. Но сам факт того, что нейросети за пару месяцев сделали то, на что лучшие фармакологи планеты потратили последние 30 лет, это дает повод для оптимизма и в случае с коронавирусом. Впрочем, пока мировой хай-тек от этой болезни преимущественно страдает. Самсунг из-за коронавируса закрыл одну из своих фабрик по производству смартфонов. И фабрика эта в Южной Корее. Собственно, в этой новости важны два момента. Во-первых, то, что завод за пределами Китая. В принципе, заводы, например, Ниссана закрывались и в Японии. Но закрывались они из-за нехватки комплектующих из Китая. А тут Самсунг приостановил производство именно из-за того, что одна из сотрудниц заболела коронавирусом. А во-вторых, до сих пор считалось, что Самсунг пострадает от эпидемии и карантина как раз меньше всех из всех производителей смартфонов. Потому что, в отличие от Apple, Huawei или, например, Xiaomi, у корейской компании сборочное предприятие не в Китае. И вот теперь получается, что это тоже не дает никаких гарантий. И Самсунг может задержать поставки своих складных телефонов Galaxy Z Flip, а также трио флагманов Galaxy S20. Официальных заявлений относительно того, насколько серьезно пострадает производство новых телефонов, пока нет. Но журналисты предполагают, что перебои, возможно, в первую очередь на внутреннем рынке. Проблемная фабрика выпускает аппараты для южнокорейских потребителей. По информации Корея Геральт, в розничных магазинах Самсунга уже предупреждают, что предзаказных флагманов S20 в день старта продаж не будет. Их доставят позже. Насколько позже, пока не ясно. Известно, что диагноз заболевшей сотрудницы Самсунга поставили в субботу утром. Фабрику пока закрыли до утра понедельника, но на этаж, где работала заболевшая, никого не пустят как минимум до завтрашнего утра. В целом в Южной Корее уже больше 700 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. И если в фабрике и здесь начнут закрывать, то придется провести прогнозы глобальных потерь. Пока же по версии агентства TrendForce, которое специализируется на аналитике глобальных поставок комплектующих и готовых устройств, производство смартфонов в первом квартале из-за коронавируса снизится на 10 с лишним процентов. Или больше, чем на 30 миллионов штук. Ноутбуков соберут на 4 миллиона штук меньше, умных колонок на 3 миллиона, умных часов на 2 с небольшим миллиона. Но в процентном выражении смарт-часы пострадают больше всего. Впрочем, хай-тек не только страдает от эпидемии, но и, скажем так, наносит ответный удар по болезни. Не по коронавирусу, правда, но, говорят, открытие сделали эпохальное. Исследователи из Массачуссовского технологического института создали нейросеть, которая нашла совершенно новый антибиотик. Первый за последние несколько десятилетий. Что важно в том смысле, что патогены мутируют, обретают устойчивость к антибиотикам. И если не находить новое, то лечить скоро будет нечем. И вот такой новый антибиотик нашли, не создали, а именно нашли. Нейросеть натренировали на формулах известных лекарств, а потом отдали их базу данных с описаниями молекул 6 тысяч существующих, но не испытанных и не исследованных препаратов. И вот там искусственный интеллект обнаружил сильнейший антибиотик нового типа, к которому бактерии не способны быстро адаптироваться. А назвали это вещество холицин по имени самообучающегося компьютера ХАЛ-9000 из космической Одиссеи Артура Кларка. А теперь к сюжетам мобильных репортеров. И начнем с драматичной и немного даже героической истории из подмосковного города Мытища, где девушка, между прочим, мать троих детей и врач-педиатр полезла в ледяную воду спасать свою собаку. Автор видео и комментатор, кстати, тоже барышня. И еще одна девушка пришла на помощь. И один мужчина в кадр не попал. И продолжая вотную тему, сюжет из Ленинградской области. Сапсерфинг в затопленном лесу на побережье Финского залива. Необычно тут даже не столько само по себе катание на доске между деревьями, сколько время года и место действия. Хоть сапсерфинг и не предполагает обязательного купания, ибо от классического отличается тем, что грести надо не руками, а веслом. Но все равно это развлечение ассоциируется с теплом, солнцем и вечным летом. А тут февраль и Финский залив.